Добрый день, друзья! Уже завтра выйдет новый релиз Светланы Котузовой. Версия 4.7. День рождения в 23.30 вечера. Обновленные, вступаем в новую версию, наблюдая за тем, как изменения, которые мы внедряем в нашу жизнь, меняют нас самих и делают нас другими. Не устаем восхищаться этим, потому что жизнь наша меняется только от того, что меняем в ней мы сами. Здесь, конечно, обязательно реклама, если вы хотите записаться на коучинговую психологическую консультацию, пожалуйста, пишите в комментарии. А мы сегодня немножко про искусственный интеллект, чего от него ждали, чего он на самом деле не смог. Новейшие релизы, генеративный интеллект. Итак, в области распознавания текстов. Все ждали, что сейчас вместо нас искусственный интеллект будет делать удачное саммари и прекрасно нам с вами выдавать аналитику. Оказалось, что он не распознает сарказм. То есть такой определенный языковой нюанс, который, особенно в русском языке, я думаю, еще богато расцвечивается вариантами да-да-нет-нет и умением играть с этими смыслами. То есть все, что является эмоциональной стороной человеческого существа, к сожалению, пока и не дается. Надеялись, что он будет максимально объективен. Оказалось, что искусственный интеллект врет, как дышит. Абсолютно спокойно может комбинировать факты и выдать такую истину, которая в природе не существовала. При этом при решении задачи может выдать огромное количество гипотез. 10, 20, 30 задач. Гипотезы эти все кажутся одинаково вероятными, но ни одна из них не верна или решает задачу только частично. И может выдавать фрагменты кода для программистов, но эти коды могут быть не рабочими, или их нужно доделывать, дописывать. Поэтому мы не можем к вопросу, стоит ли вы боится, не стоит. Не можем мы сейчас ожидать, что искусственный интеллект полностью нас с вами заменит. Не заметить ни в коем случае речь сейчас идет об так называемом цифровом экзоскелете. Когда за счет того, что искусственный интеллект обладает большим объемом знаний, он встраивается в работу с оператором, то есть с человеком, который управляет, задает ему задачу. Это может быть виртуальный ассистент, это может быть виртуальный суфлер, это может быть и так и есть уже по сути, да, при написании промптов в нейроинжиниринге. Это та часть, которая помогает нам не держать больше информацию в своей голове. Я грешным делом думала сначала, что что-то с моей памятью стало, а потом поняла, что у нас формируются новые привычки. Мы меньше пишем, мы больше копипастим, копируем, и мы меньше помним и больше берем из интернета. И в принципе это понятно, когда я поступала в университет, нам преподаватели говорили, что высшее образование – это не знание всего, а знание, где взять то, что вам нужно под решение задачи. Поэтому мы теперь в обилие информационном абсолютно опустошаем голову и должны просто знать, где взять. Вот в связке с ИИ мы с вами выступаем как человек, который знает, где взять, и комбинирует этот огромный объем информации, который там, и комбинируя, по сути, реализует свои задачи, разгружая голову и подгружая к себе тот массив данных, который ему нужен в настоящий момент. Не могу отказать себе в удовольствии рассказывать вам про новые технологии. Буду рассказывать, потому что сейчас иду дальше в изучение программирования, и, возможно, придется сейчас разбираться с различными технологическими стеками. Возможно, будут новые конференции, и у меня ушки дрожат, когда я все это вижу, и понимаю, с чем я сталкиваюсь, и в какой поворотной точке, и в каком-то смысле мы с вами здесь все сейчас живем, особенно если вспомнить, что такое дисковые телефоны, и насколько изменилась наша жизнь. А моя версия 4.7 – это начало второй половины жизни. И даже сложно прогнозировать, что может быть в этой второй половине жизни, если мы сейчас с вами настолько уже далеко ушли от того, что было, казалось, не так давно. Поэтому среди путешествий вы меня за эту информацию простите. Остаемся на связи. Если есть вопросы, задавайте. Ну и, как всегда, радостного, доброго, позитивного, творческого вам настроения. Мечты пусть сбываются. Дети рождаются. И мы на связи. Пока-пока.